Люди активировались, причем активировались люди совершенно разных возрастов. И старые люди, которые помнили сталинские репрессии, и мы, соответственно, хоть не видели этих репрессий, но слышали про них и так далее. То есть вот с этого момента, 65-й год, 64-й, 65-й, главное 65-й, 67-й, 68-й, это были годы кульминации роста движения. Власти ответили репрессиями, репрессии рекрутировали еще больше людей в движении. Это у нас называлось процесс цепной реакции. Чем больше они арестовывали, тем больше людей приходило. И они это в какой-то момент поняли. Андропов был очень хитрый мужик, и он стал сводить на тормозах, аресты, репрессии снижать. Понимая, что иначе у него вся страна вздыбится. Вот такая была история. Мне было 10 лет, когда Сталин умер. Я видел его похороны, я видел все это. И понимал, насколько это все нелепо. Нам-то говорили, что он бог, а он возьми, умри. Большая ошибка, товарищ Сталин. Был большое разочарование. А через пару лет вообще нам сказали, что он убийца. Ну, как так? То был бог, а теперь убийца. Вы знаете, в то время власть очень была неуверена в себе. Смерть Сталина ударила и по ним. И причем очень серьезно, по их авторитету. Все время шли чистки, все время шла борьба наверху. Вот поймите, вот приходишь в школу, там висят портреты вождей, да? В один день приходишь, одного портрета нет. Ага, успели съесть. Потом приходишь еще раз, еще одного нет. На уроке истории СССР учитель говорил так, откройте учебник истории на такой-то странице. Там большой портрет товарища Бея. Возьмите лезвие, аккуратно вырежьте этот портрет и отдайте мне. И так на каждом уроке. Вы же понимаете, что к ним всерьез относиться после такого невозможно было, как к власти. К сожалению, их очень мало. Нас-то было еще меньше. И потом они очень быстро уезжают. Я помню, когда населось болото, наверное, все эти протесты. Покойный уже теперь Борис Немцов очень радовался. Говорил, вот, наконец. А я его успокаивал. Говорю, знаешь, Борис, это ненадолго. Я смотрю на них и понимаю. Они для себя сейчас решают, есть смысл оставаться в этой стране или нет. Если можно хоть что-то сделать, они попробуют. Нельзя, они уедут. И правильно сделают. Я думаю, он будет сидеть до конца. У него ведь проблема, как говорят китайцы, севшие на тигра, с него не слезешь. Он понимает, что просто так взять и уйти от власти он не может. На этом кончится. Его догонят. И поэтому он будет цепляться за власть, как за жизнь. Это для него очевидно совершенно. Но опять же, сколько он сможет, как будут развиваться события, мы же не знаем. Мы совершенно не знаем. Я помню эти разговоры «Нужна сильная рука», которые меня удивляли. В России с ее историей лучше не искать сильную руку. Но был такой настрой, я помню. Ну, глупость это. Ну что, мы получили себе не самое лучшее. Не знаю, в общем, у меня другое ощущение уже давно. Я об этом написал, когда в 93-м году, в 96-м вышла книжка «Московский процесс». Вот там я впервые сформулировал, что я думаю, чем закончится вся эта эпопея советская. Я думаю, что будет просто распад страны. Вот так мне это видится, поскольку никакой реальной силы политической в стране не остается, то при ослаблении центра периферия начнет разбегаться. Будет ли это оформлено как полная независимость или какие-нибудь широкие автономии? Ну, я не знаю, это не так сейчас важно. Но что она распадется, у меня просто нет сомнения. Что я этим всем занимаюсь 60 лет. 60. Я уже все видел. Это уже несколько раз прошло по одному тому же кругу. И поэтому у меня оптимизма нет ни на грамм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok